Неужели история не получит продолжение? В середине июля мы рассказывали о том, как несколько тысяч абонентов МТТ-Коннект остались без услуг связи. Неизвестные повредили оборудование оператора, перерезав кабель. ЧП было зафиксировано полицией в разных районах города. Наша съемочная группа работала в пятиэтажке дома номер 8 по улице 2 Чайковского. В Арварске одним легким движением злоумышленники оставили без телефона, интернета и телевидения значительную часть сортировки. Провайдер считает, что это происки управляющей компании. Около полугода назад все операторы практически связи в городе Иванове получили стандартные типовые обращения от группы управляющих компаний, входящих в стратегию, о том, что предложено управляющим компаниям компенсировать частично расходы по обслуживанию наших сетей. Как будто бы оказывают они нам какие-то возмездные услуги, и за это они хотят получать ни много ни мало 400 рублей за многоквартирный дом. А вот такую стопку отказов в возбуждении уголовных дел руководитель МТТ Коннект Иванова получила на прошлой неделе. 8 ответов от разных отделов полиции города. Все они сводятся к тому, что в зафиксированных фактах нет события преступления. При этом правоохранители соглашаются. Ущерб причинен, но незначительный. На наш взгляд, не было принято в внимание то, что события носили массовый характер. Все эти преступления нужно было бы объединить и рассмотреть воедино, чтобы сложилась общая картина, чтобы происходило это все повсеместно по всем районам города. В целом же только на восстановление оборудования было потрачено около 200 тысяч рублей. Но беспокоить даже не это, а то, что люди, которые это совершили, остаются безнаказанными. И завтра, вооружившись чем-нибудь острым, снова могут отправиться на промысел. В областной прокуратуре нам пояснили, уже сложилась правоприменительная практика Верховного суда, которая предусматривает право провайдеров размещать оборудование в многоквартирных домах при наличии хотя бы одного договора о оказании услуг связи с собственником этого дома. И никаких третьих ртов, претендующих на деньги первых или вторых, здесь быть не может. Соответственно, роль управляющей компании в взаимоотношениях между интернет-провайдером и получателями услуг сводится к той роли, которая определяется для управляющей компании решением общего собрания собственников жилых помещений. То есть, если в решении общего собрания собственников в принципе не фигурирует, как это роль управляющей компании, то и она не имеет права вмешиваться в эти взаимоотношения. С жалобой на все постановления об отказе в возбуждении уголовных дел компания МТТ-Коннект намерена обратиться в прокуратуру. А значит, точка в этой истории не поставлена. Несмотря на чью-то живую заинтересованность, замять это дело.